Торговые центры Доброе утро. Ну, действительно, много говорят о том, что у нас маленькая страна, маленький город Таллинн, в общем-то, если сравнивать с мегаполисами, а торговых площадей очень много, и некоторые говорят, что слишком много. Вы согласны с этим мнением? Я согласен в этом смысле, что у нас торговая площадь на один человек уже выше уровня в Европе. В другом стороне, конечно, можно говорить про это, что большинство из них такие старомодные. Я называю их на первой или второй генерации торговых центров. И, конечно, они не эти, кто выиграет в будущее. Так что я думаю, что каждая сторона жизни и торговые центры должны идти лучше. А что вы подразумеваете под старомодным? То есть это просто магазины, в которых больше делать нечего, кроме как покупать? Нет, я коротко, да. Первая генерация, да, это вот когда мы, или такие возрасты, как я, помнили, когда начали свое такое место, как Технику Максимаркет был. Да, да, да. Туда везли людей с автобусом, это полные были, там, может быть, впереди были несколько таких маленьких магазинов, да, но это был один магазин плюс маленькие сателлиты, да. Тогда уже вот другие магазины, это первая генерация. Потом другие магазины начали думать, что туда люди пойдут, давай как-нибудь соединяемся. Начали делать коридоры, да. И был один большой магазин, много маленьких магазинов или средних магазинов, и коридоры, что соединили их, да. И третья генерация, что сейчас должна смотреть, что эти коридоры, да, или общая площадь, да, они изменятся себе по виду, по функции, да. Там люди удобно гулять, сидеть, общаться. Вот такой третьей генерации. У нас таких нет, да. Или место есть, но у нас есть место, где люди сядут, где люди говорят по-другому, работают иногда такие вещи, да. Но обыкновенные дороговые центры Эстонии такие, что коридоры это простые коридоры, да. Я думаю, что это должно измениться. Но иногда в коридорах Элюмиста, честно говоря, можно заблудиться. Это целый лабиринт многоэтажного здания, где трудно найти даже выход. Ну, это уже второй вопрос. Это как большие эти торговые центры должны быть. Я считаю, что большие торговые центры работают лучше, потому что как-нибудь люди найдут свое место, куда хочется идти. И если они все-таки по одному грошу, да, они все-таки могут там все делать. Ну, а можно ли сказать, что торговые центры, как казино, пытаются привлечь своих покупателей, своих клиентов, чтобы они там проводили время с утра до вечера, как можно больше? Конечно, конечно. Это сейчас, я думаю, что самая важная порва людей держаться. В Таллине, как вы раньше сказали, нет так много людей, да. Самое главное это, что поймите этих людей, это один вещь, но держит их в торговые центры. И для этого нужно не только магазины, но и... Что-то еще. А давайте как раз-таки посмотрим, как торговые центры справляются со своими, так сказать, задачами. В Таллине несколько торговых центров, их довольно много. И крупнейший из них это Юлемисты, директор которого у нас сегодня в гостях, а также Рок Альмара, Кристина и торговый центр Виру. И мы видим, что с 2006 года, вот эта тенденция последних 12 лет, посещаемость всех торговых центров, но если исключить годы кризиса 2009-2010, посещаемость пошла вверх, причем Юлемисты вырос практически в два раза по сравнению с тем, что было тогда. И что еще интересно, обратите внимание на эту переломную точку. Здесь произошла реконструкция торгового центра Юлемисты, и красная кривая резко пошла вверх. Бывший все время практически самым популярным торговый центр Рок Альмара утратил свои лидирующие позиции. Вот такие у нас происходят истории, если посмотреть на посещаемость торговых центров. В то же время еженедельный КСТ-экспресс на прошлой неделе написал, что в последние годы посещаемость торговых центров упала примерно на 10%. Нет, это не так читали. Я говорил, или это статья говорил, да, что последние два месяца, я на Африваль, не самые хорошие были. Прошлый год это был подъем. Прошлый год был подъем. То есть все-таки никаких тревожных тенденций нет? Нет, я думаю, что это первый и второй, два месяца это все-таки слишком коротко. Я просто думаю, что случилось в феврале, да. Конечно, каникулы школьные, да, что были раньше марта, да, сейчас передвинулись на февраль. Конечно, очень много семей, они ушли, да, или они затратили свои деньги на путешествие, такие вещи. Такие мелкие вещи может на таком маленьком городе, как в Таллинн, сразу изменить всю эту картинку, да. Я думаю, что это слишком маленькое время, что тревожит на этих цифрах, что случилось в феврале и феврале, да. А вот вы говорите, что торговый центр должен предлагать нечто большее, чем магазины. В таком случае вам в первую очередь нужно опасаться того нового торгового центра, который у нас строится. Сейчас Таллинмолл, это Т1, он буквально через дорогу от Юлемиста, и там как раз-таки помимо магазинов будет и кинотеатр, и парк развлечений. Колесо обозрения. Колесо обозрения 80-метровое на крыше. Вот кто в первую очередь должен сейчас представить опасность. Когда перед кризисом Юлемисты-центры начали делать свои проекты на будущее, да. У нас тогда уже были проекты и с кинотеатром, и с джимом, и с такими вещами, да. Тогда начал кризис, мы свои бумаги поставили под стол, да. Кризис закончен, мы эти собрали обратно, да, и начали работать. Не нашли в это время такие очень хорошие операторы, скажем, на кинотеатрах, да. Поэтому мы в 2014 году делали половину из этого, что мы планировали, да. Сейчас время, что делать вторую половину, да, и мы уже начали свою следующую реконструкцию, что будет открываться в следующий год. Будет и кинотеатр, будет и батутный большой площадь или помещение, да. Будет и спортивный зал, будет дополнительное питание. Так что мы двигаемся тоже на этот уровень, где у нас есть мероприятия, различательные места и такие вещи. Просто целый город внутри одного здания получается. Да, и в этом смысле я скажу, что если думать позитивно на это, что развивается сейчас, да, когда открывается Юлемисте расширение, если открывается Т1, я думаю, что этот район Юлемисте будет больше, сильнее. Я думаю, что вот когда вы начали думать, боитесь ли вы от меня, да, я думаю, что боится не должно быть нам, боится должно быть другие места в Таллине. Тот самый Рок-Альмаре, Христине, Лас-Намедцентр, кто до сих пор такие старомодные, да. Спасибо большое. У нас в гостях был директор торгового центра Юлемиста Гуйда Пиарниц.